Как перестать быть женщиной-амазонкой, воином и перейти в женские легкие энергии, чтобы получать от жизни большего из легкости и скайфа? Всегда мы начинаем тянуть на себе больше, чем можем из страха. Из страха не справиться. Из страха, что я одна в этом мире из недоверия, который рождает контроль. Контроль, что мне нужно проконтролировать всех, даже если есть муж или отношения, из-за этого страха я начинаю его контролировать. И когда женщина начинает контролировать своего мужчину, она делает его слабее. Вот этим недоверием она делает его меньше, а себя больше. И в паре всегда так устроено все на самом деле гармонично. Если я сильная, если я могу все сама добиваться, то я неосознанно буду искать меньше, слабее себя. А если мужчины будут подгладаться мне какие-то сильные, я буду их бояться или буду вообще их не замечать. Как же перейти в женственность, легкость и наслаждение? Прежде всего, это проработка своих убеждений и проработка своих негативных каких-то сценариев, травм, что чаще всего связано с мужчинами. И первый мужчина наш, конечно же, это папа. Если на папу нельзя было опереться, папа был слабый, пил или его не было в вашей жизни совсем, то нет этого опыта внешней поддержки. Мы создаем внутреннюю поддержку, через сначала опираясь на внешнюю. Когда мы маленькие, мы сначала учимся опираться на внешних людей, папу. И потом эта внешняя поддержка проецируется вовнутрь. Так как к нам относился папа, например, так же и мы начинаем относиться к себе как к девочке. Если папа признавал меня как девочку, если он защищал меня, давал чувство безопасности, чувство признания как девочку, то я естественным образом делаю то же самое. Я вырастаю, я принцесса, я папина любимая дочка, я могу себя ценить и мне легко. Мне легко взаимодействовать с мужчинами, легко у них просить, легко расслабляться, как-то доверять. Это становится легко. Но такого сценария, к сожалению, нет у большинства. У большинства как раз наоборот. Мама сильная, контролирующая, подавляющая, а папа больше такой соглашается, ну как бы такой слабый. И поэтому мы учимся такой же модели поведения. Мы берем эту проекцию и становимся такими же сильными женщинами. И здесь путь такой. Конечно, тут нужно работать с отношениями мамы и папы. Отдавать им то, что принадлежит им, забирать то, что принадлежит мне. То есть на уровне энергии мы постоянно обмениваемся со своими близкими людьми и неосознанно забираем у них их страхи, их переживания, их контроль, их волнение. И поэтому, когда девушка вырастает с желанием не быть как сильная мама, она по факту всегда и остается такой, как сильная мама. Потому что внутри, в подсознании продолжают жить программы, те, которые она училась в детстве. В детстве мы не можем выбирать, у нас нет такой функции. Мы просто заглатываем, впитываем все установки, все модели поведения, все информационное поле семьи и становимся такими. Вот поэтому первый шаг, когда мы перестаем смотреть вовне, в поисках правильного мужчины, потому что правильно мужчина так и не придет, пока вы сами не изменитесь. А начинаем работать со своим внутренним миром, со своим подсознанием. Меняем установки, пересматриваем модели, от чего-то отказываемся, убираем, как мусор выкидываем. Да, что-то начинаем взращивать в себе. То есть это первая такая работа. Вместе вот с этим уходит, начинает появляться больше доверия к себе. То есть вы начинаете себя больше узнавать, больше принимать. И от этого становится уже легче. Легче, и вы становитесь более расслабленным. То есть женственность – это текучесть, это расслабленность, это гибкость, это позволение себе расслабляться и наслаждаться. Если внутри страх, контроль, за контролем стоит страх. Если страх, то я все время в таком напряжении, мне все нужно делать сама. После установок, после пересмотра моделей мамы-папы, пересмотра убеждений, мы работаем с убеждением про вообще женственность. Потому что кажется, есть очень такое классическое убеждение, что если я остановлюсь, если я начну позволять себе наслаждаться, расслабляться, все посыпется. Без меня ничего не сможет произойти, поэтому мне нужно все контролировать. Это всего лишь тоже установка, это всего лишь модель поведения, к которым вы привыкли. Это не так. Когда мы учимся расслабляться, доверять, мы наоборот можем взять больше энергии из внешнего мира. Через расслабление мы начинаем взаимодействие с другими людьми больше. Вот, нам начинают помогать, какие-то возможности приходить, какие-то люди, то есть нам мир начинает помогать. Пока мы в состоянии борьбы сами, нам никто не помогает, потому что мы сами справляемся, мы зажаты, закрыты, мы не доверяем. Как воины идем, с щитом, с мечом и говорим, все, я сама, никому нельзя доверять. Ну и, конечно, люди не откликаются, они не приходят, и даже когда вы просите, они говорят, ну, она же вроде сама справлялась. Вот, поэтому тут тоже убеждение про то, что расслабление, наслаждение, это как-то плохо, потому что, ну, это именно вот этот вход в нашу женственность, да, и возможность раскрыть нашу женственность, она приходит через умение замедляться, расслабляться, и через это приходит умение наслаждаться. Самая крутейшая, вкусная, великолепная энергия женщины – это умение наслаждаться. И женщина – это портал в мир наслаждения. Женщина становится очень магнетичной, сексуальной, интересной, очаровательной, когда она позволяет себе проявить свой архетип любовницы. И любовница – это вот про наслаждение, про удовольствие, не только в сексе, но и во время еды, во время прогулки, вообще, в принципе, про умение видеть красоту, наслаждаться. К таким женщинам мужчина всегда будет тянуться. Женщина становится для мужчины неинтересной, когда она вот заедает ее в роли матери или в роли хозяйки, когда она такая очень ответственная, хозяйственная женщина, и мужчина с ней встречается, например, заводит отношения, и сначала все вроде хорошо, она о нем заботится как хозяйка, кормит его, поет, стирает ему одежду. Но потом мужчина становится с такой женщиной неинтересно, потому что там очень все плоско. Вот только хозяйка или только мать, когда мы вступаем в брак, и женщина превращается в хозяйку-мать. И дети на первом месте, она не ухаживает за собой, не позволяет себе кайфовать. И там просто вот эта энергия, которая делится женщина, между мужчиной и женщиной всегда происходит взаимобмен энергиями. Это женщина, которая дает такую энергию, но она становится очень серой, однообразной, скучной, неинтересной. И вот на этом фоне как раз мужчина начинает искать себе любовницу, потому что любовница, она такая вся живая, открытая, дикая, страстная. Она умеет наслаждаться, она умеет кайфовать. И именно из-за этого мужчина начинает уходить, искать какую-то более такую вкусную, интересную энергию. Здесь такой, видите, как процесс, этап. Невозможно вот так вот раз, сегодня не женственно, не сексуально, а завтра утром проснулась, и уже вот такая вся легкая и кайфовая. Здесь такой путь, процесс, исцеление себя, исцеление отношения со своими родителями, исцеление своего внутреннего мира и выкидывание мусора, разных негативных установок. Этим мы всем занимаемся на алхимии дыхания. Алхимия дыхания – это та практика, которая помогает исцелить неработающие стратегии. Она помогает выйти из кризиса, из кризиса в отношениях, найти какие-то новые выходы. Потому что что мы делаем в алхимии дыхания? Мы погружаемся в свое подсознание. И подсознание – это мир, это ваш внутренний город, в котором стоят все ваши программы, все ваши установки, все ваши негативные опыты относительно отношений, относительно папы, относительно мамы, относительно всего. И каждый раз через алхимию дыхания, когда мы ныряем в внутренний город и начинаем очистить, да, вот как зачистка. Ты пришел в город и начинаешь видеть, что там сорняки растут, здесь здание разрушено, здесь вообще стоит построить новый, не знаю, какой-нибудь банк. То есть вы начинаете его перестраивать. Такая регулярная практика, которая потихонечку выстраивает, убирает все, что не ваше и помогает создать все, что вам предлежит, все, что вам отзывается в вашей натуре, в вашей душе. То есть это такое воссоединение с собой. И чем больше вы становитесь собой, свободными, уверенными, самодостаточными, тем больше женственность проявляется через вас. Потому что если вы родились в теле женщины, если вы проживаете через это прекрасное тело, значит, у вас изначально заложена способность быть женщиной, наслаждаться, дарить потомство, заботиться, вдохновляться. Все это у вас есть. Но возможно, просто это в зачаточном состоянии, нераспакованное, заблокированное разными страхами и убеждениями. Вот, страхи и убеждения убираем, и женщина начинает проявляться через вас. Не запускайте свою прекрасную любовницу, которая дарит вам наслаждение, помогает быть женственной. Приходите на алхимию дыхания, будем исцеляться и пробуждаться вместе. Благодарю. До новых встреч. Пока-пока. Продолжение следует...